Всем привет! С вами Каиса и я продолжаю проходить Resident Evil 1 PlayStation версию, конечно же, на измененном режиме за Криса Реттилда. Сюжетное прохождение, которое будет делаться четырьмя путями. Ну, четыре варианта прохождения, думаю, на все концовки. Так, и мы продолжаем. Я сохранился как раз перед выбором путей. Так, первый вариант будет, пожалуй, на хорошую концовку. Наверное, все. Куда мы направимся сейчас? Направимся-ка мы... Куда мы направимся? Поднимаемся по лестнице. И пойдемте с вами... У нас есть выбор, пойти в лазарет или в коридор с Ричардом. Так, давайте... Первый вариант будет у нас... Это лазарет. Пойдемте в лазарет, бежим. Так, спускаемся на первый этаж. И первое знакомство сейчас будет у нас с Ребеккой. Первая встреча как раз-таки в лазарете. Так, заходим вот сюда, куда я не заходил. И смотрим. Воу! Что это? Что? О! О, нет! Извините, я не хотела сделать это. Да, ты должен быть из Браво-тем. Да, я Ребекка. Ребекка Chambers. Я нового. Я просто присоединился в Браво-теме. Ну, я очень извиняюсь. Ты все хорошо? Да, я Ребекка. Я Ребекка Редфилд, из Браво-тема-тема. Ты единственная здесь из Браво-тема-тема? Ну, потому что лазарет на лазаре, я просто встала в эту комнату, но я, а... Я понимаю. Есть ничего, что ты могла сделать, но это хорошо, что ты здесь. Да, сэр. Но это странно. Я сервисил хеликоптер recently, но что-то произошло с двигателем. Это был такой короткий полет. Так, давайте еще раз поговорим с Ребеккой. Так. Витамины и сыворотка. Что у нас тут еще есть? Печатная машинка. Так. Давайте возьмем что-нибудь с собой. Зажигалка нам понадобится. Магнум. Нет, Магнум не буду брать, пожалуй. Хотя... Хотя он может понадобиться. Не знаю. Не факт просто, что мне патронов может хватить. Не факт. Так, ну ладно. Сейчас я сделаю сохранение, потому что от этой, от лазарета, идет еще два пути. Два. Ну, нелинейность по сюжету пойдет. Поэтому я сделаю вот еще одно сохранение. вот сюда вот, на второй слот. Так, убираем ленту. Убираем ленту. Не хотелось бы брать Магнум. Так, и попытаемся мы выйти отсюда. Ну, что я должен сделать сейчас? Если вы идете и search for the other members, то как бы позволить мне прийти с вами? Так, и у нас встает выбор, взять Ребекку с собой или нет. Ну, давайте ответим да. Хорошо, давайте сделаем. Да, сэр, я сделаю свое best. I have to prepare something. Would you like to go ahead? Так, Ребекка сказала, что она что-то должна подготовить. И мы выходим. Давайте попробуем перезайти к ней и посмотреть, здесь ли она. Она еще здесь. I have to prepare something. Would you like to go ahead? Ага, понятно. Пока что она еще здесь находится. Ладно, уходим отсюда. нам нужно направиться искать ключ с флировкой меч. Ну, или символом. Куда это нам нужно идти? На второй этаж нам нужно идти. Нужно бежать просто. Не уверен я, что мне хватит девяти патронов. А, нет, хватит, 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 хватит. я, потому что еще магазин с патронами должен найти. Так, сейчас, а вот, а вот теперь сейчас мы бежим в тот коридор, где бы была бы у нас встреча с Ребеккой в альтернативном, ну, альтернативная встреча была бы с Ребеккой в другом месте. Сейчас мы бежим туда. И вот из того места в лазарете два еще пути вырастают, и из этого места тоже будут два пути еще вырастать. То есть всего всего четыре варианта получится. Так, тут у нас растут травы, ну, я их не собираю. Так, а тут у нас Ричард из команды Браво. У него есть магазин с патронами для пистолета. Возьмем его. Так, вооружаемся пистолетом и заходим в эту комнату. Тут у нас сейчас серьезное такое место. вот чайники тупые. Вы что, умирать собираетесь? Все, нет? Так, один сдох. Отлично, второй тоже готов. Так, что у нас? Тут какие-то пятна крови на стене. Тут заперто, на замке выгравирован символ щит. Угу. Еще один ключ. Нужно будет искать для этой двери. Так, тогда заходим вот сюда, в эту комнату. Что у нас здесь? Так, у нас здесь какой-то шкаф. Давайте отодвинем его. За шкафом проход. Слишком темно, чтобы что-либо разглядеть. Так, ну вот здесь мы в шкафу берем магазин с патронами для пистолета. Так, что у нас здесь находится? Что нам здесь вообще нужно сделать? Свечи. Да, я прихватил с собой зажигалку. Зажигаем свечи. Свечи горят. В этой комнате мы смогли разглядеть ключ особняка. Давайте осмотрим этот ключ. Выгравирован символ меч. Отлично, мы нашли ключ-меч. Теперь осталось только вспомнить те двери, на которые были с таким символом замки. Уходим отсюда. Так, здесь у нас щит. Нам надо искать двери, которые закрыты на ключ-меч. Тут у нас травы. Так, давайте вернемся в холл. Вернемся в холл. Мы, пожалуй, спустимся на первый этаж. Так, первая дверь, которую мы видели, которая была закрыта на ключ, ну, у которой был замок символом меч, как раз таки, это вот в этом первом коридоре с первым зомби. Вот эта дверь, она здесь находится. Использован предмет ключ-меч. Так, открыли мы дверь, заходим. Сейчас будем смотреть, что у нас здесь есть. Хороший рояль. так, что-нибудь еще. Так, тут какой-то шкаф стоит. Давайте сдвинем шкаф к стене. так, и здесь мы возьмем с вами музыкальные ноты. Да, мы взяли музыкальные ноты, давайте осмотрим, что это такое. Заглавие лунная соната. Так, открыть мы можем? Не можем, да? Не можем. Ага. Давайте попробуем сыграть на рояле. К сожалению, Крис не умеет читать ноты. Это я, Крис. Ага. Ребекка? Ага. Это Монлайт Соната. Ага. играй? Соната. Монлайт Монлайт Так, у нас встает перед нами выбор позволить Ребекке попрактиковаться. Я вот в этом месте сделаю быстрое сохранение и покажу вам оба, что будут значить оба варианта. Ну, давайте сперва ответим «нет». Мы ответили «нет». Ребекка играет на рояле. Она нас не слушается ни в какую. Так, подходим к двери. Да, никак не оторвешь Ребекку от игры на рояле. Теперь мы давайте разрешим ей попрактиковаться. Это ни на что не влияет, просто отличаются немного диалоги. Так, ну что ж. Уходим отсюда. Наша задача вернуться в холл. Добежать до пола и обратно. За это короткое время Ребекка попрактикуется. Все будет нормально. Так. Ну я бы, наверное, все-таки... Давайте вот эту штуку прихватим с собой. Эмблему. Она нам сейчас скоро понадобится. Добежим до хола. И мне надо будет потом еще до лазарета сбегать. Выложить зажигалку. Зажигалка, кстати говоря, больше не пригодится в этой игре. Поэтому можно про нее, в принципе, забыть. Так, давайте сбегаем в лазарет. Выложим ненужные вещи. А, кстати говоря. Вот эта у нас дверь еще была закрыта на ключ-меч. Пока туда не будем заходить. У нас все равно места мало. Пока вернемся в лазарет. Я напоминаю, это первый вариант развития событий. Так, убираем зажигалку. Вот эти патроны нам, в принципе... Я вот не знаю. Давайте пока зажигалку только выложим. Пойдемте вернемся к Ребекке. Сперва. Так, кстати, если убрать оружие из рук, то персонаж бегает заметно быстрее. Что-то я забыл про это совсем. Да, вернемся сейчас к Ребекке. Нам нужно одно свободное место обязательно. Чтобы не бегать туда-сюда по многу раз. Крис! Крис! О, это было круто! Так, у нас открывается третий проход. Сейчас у нас... Сейчас у нас есть вариант еще раз поговорить с Ребеккой. Можно. Крис! О, это было круто! Ага, она переживает за нас. Крис! О, это было круто! Так, ну что ж. Давайте зайдем сюда. И что у нас здесь находится? Золотая эмблема. Это у нас такая ловушка. Небольшая. Мы не сможем выйти отсюда. Ну, не поставив эмблему на место. Но мы не собираемся ставить эмблему на место, углубление в котором находилась эмблема. Мы за место золотой поставим нашу деревянную. Кстати, а я золотую не осмотрел. Здесь царапина, похоже, кто-то пользовался ею. То же самое. Ставим деревянную эмблему. Эмблема на месте. Выходим отсюда и еще раз подходим к Ребекке. Крис, ты в порядке? Крис, ты в порядке? Да, в порядке я. В порядке. Так, все. Уходим отсюда. Теперь золотую эмблему внестим в столовую. И вставляем ее в купление под щитом. Вот это вот. Вставляем мы сюда золотую эмблему. Напольные часы у нас отодвигаются, а за ними что-то есть. Так, эмблема на месте. Вот тут у нас в нише есть синий камень. Мы взяли синий камень. Давайте его осмотрим. Он красиво сияет. Синий камень. А этот камень нужно отнести к тигру. Помните, у тигров бывают красные и синие глаза. Вот это как раз об этом. Бежим к тигру. Видели мы его вот здесь вот. И вставим ему в глаз синий камень. А здесь лежит ключ. Особняка еще один. Берем ключ. Вот надпись у некоторых тигров красные и синие глаза. Давайте осмотрим ключ. Выгравирован символ щит. Да, это как раз та дверь вот. С таким символом была. Так, куда мы пойдем теперь? Давайте вот сюда мы зайдем. Вооружимся. Вот в эту комнату зайдем. Что у нас тут? Спальня у нас. Ничего особенного. Ничего полезного. А вот здесь у нас магазин с патронами лежит для пистолета. Берем магазин. Тут у нас какой-то шкаф. А здесь у нас какой-то документ. Книга какая-то. Оп, неожиданно. Неожиданно зомби вышел. Добиваем его ножом. Так, в шкафу у нас есть семь патронов для дробовика. Так, давайте прочитаем эту книгу. Это у нас третий файл, документ. Дневник сторожа. 9 мая 98-го. Ночью я играл в покер вместе с охранником Скоттом. Элайсом и исследователем Стивом. Стиву очень везло. Хотя, мне кажется, он жульничал. Вот ведь мерзавец. 10 мая. Сегодня главный исследователь попросил меня присмотреть за новым монстром. Этот монстр похож на гориллу без шкуры. Мне сказали, что я должен кормить его только живой пищей. Когда я бросил ему свинью, он стал улыбать с ней, отрывая у нее ноги и выпуская кишки, прежде чем приступить к поеданию. 11 мая. Около пяти часов утра заявился Скотт, разбудив меня. На нем был надет защитный костюм, похожий на космический скафандр. Он сказал, чтобы я надел такой же. Я слышал, что в лаборатории произошел несчастный случай. Неудивительно. Ученые там работают без отдыха день и ночь. 12 мая. Я ношу этот глупый космический скафандр со вчерашнего дня. Моя кожа стала сухой и все время чешется. В отместку сегодня я не покормил собак. Чувствую себя лучше. 13 мая. Сходил в медпункт. У меня вся спина покрылась прыщами и зудит. Там мне забинтовали спину, и доктор сказал, что я могу больше не носить этот скафандр. Думаю, сегодня ночью я наконец-то высплюсь. 14 мая. Я проснулся утром и обнаружил еще один волдырь у себя на ноге. Он вызывал раздражение, так что мне пришлось буквально волочить эту ногу по дороге к загону для собак. Они вели себя тихо с самого утра, что для них было необычно. Оказалось, что некоторые из них сбежали. Если наверху об этом узнают, у меня будут неприятности. 15 мая. Хоть я и чувствовал себя неважно, все же решил сходить к Нэнси. Это мой первый выходной за долгое время. Но на выходе меня остановила охрана. Они сказали, что компания запретила покидать территорию. Я даже не могу позвонить по телефону. Это что еще за шутки? 16 мая. Я слышал, что прошлой ночью один ученый пытался сбежать из особняка, но был застрелен. По ночам у меня горит и чешется все тело. Когда я расцарапал волдырь на руке, из него вытекло большое количество гноя. Что, черт возьми, со мной происходит? 19 мая. Жжение прошло, но зуд остался. Голоден. Сожрал всю собачью еду. Чешется. Чешется. Пришел скот. Противное лицо. Убил его. Вкусно. Четвертое. Четыре. Чешется. Вкусно. Документ сохранен. Так, вот мы прочитали с вами еще один документ. Так, теперь выходим отсюда. Так, что нам сейчас понадобится? Давайте, во-первых, отнесем патроны для дробовика в ящик. Ну, не будем их с собой таскать. Все-таки у нас дробовика еще даже нету никакого. Так, и ключ вот этот я тоже уберу пока что. Выложу его. Так, давайте объединим наши патроны. 21. 21 дробь у нас. Так, возьмем сломанное ружье. Оно нам пригодится. И возьмем вот ключ латы. Который открывает еще какие-то двери. Так, а теперь мы с вами направимся открывать последнюю дверь, запертую на ключ меч. Есть еще одна такая дверь на первом этаже. Все-таки не все мы осмотрели еще здесь далеко. Так, бежим вот сюда. Вот тут у нас дверь. Вот, используем ключ меч. Так, и что? Этот ключ теперь бесполезен. Выбросить его да. Бесполезные ключи нам не нужны. Заходим сюда. Жуткие вещи. Вот что здесь есть. Так, идем задом. Ах ты, ах ты, козлина. Вали от меня. Собака страшная. Так, ладно, убиваем собаку. Так, бежим дальше. Еще одна собака. Ты шо такое-то? Черт, состояние плохое. Да, нож в первой части не настолько точен, чтобы вот такие добивания делать. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Так, что мы возьмем здесь? Магазин мы возьмем. Патроны для пистолета. Ну, тут у нас есть трава. В принципе, я мог бы подлечиться. В принципе, мог бы. А вот тут у нас есть последняя дверь, запертая на ключ латы. Давайте выбросим его. Так, и заходим. тут у нас ходит собака. Так, ну, я даже не знаю, как нам с ней поступить. Собака, иди сюда. нет. Черт, промазал. Черт, состояние плохое. Это плохо. Так, давайте в другой раз сюда зайдем. конечно, я не хотел получать урон. В принципе, мне туда и не нужно особо идти, если честно. Давайте сюда, что ли, зайдем. посмотрим, что у нас здесь. А, зомби. Зомби, отвали, козел. Черт, он еще живой, гад. Ты, козел. Ух, черт. Это было так близко. Если бы он меня сейчас здесь ушатал, это было бы так печально и так трагично. Здесь у нас маленький ключик. Ключ от ящика есть. А здесь у нас магазин есть для пистолета. Давайте его возьмем. Так, взяли мы патроны, бежим вперед. Кстати говоря, кстати говоря, давайте пока не будем ходить за дробовиком, пока зайдем мы сюда. Тут у нас зомби ходят. Давай, падай, козел. Перезарядимся. черт, их оба. Так, один остался. Отлично. Три хэдшота прям. Так, втроем они здесь легли. Замечательно. Так, а куда мы сходим? Куда мы сходим? тут у нас заперто на замке выгравирован символ шлем. Давайте сразу вот сюда сходим. Тут у нас такая картинная галерея. изображение подписано от колыбели до могилы. Вот тут у нас разные картины. Это у нас головоломка. Изображение новорожденного. Да. Сначала его от колыбели до могилы. Теперь изображение младенца. Изображение бойковом мальчишки. изображение молодого человека. Изображение уставшего мужчины средних лет. Изображение статного седовласого старика. И последняя картина изображение подписано конец жизни. Если решить эту головоломку неправильно, то ворон ударит током и они слетятся на Криса. Будет очень плохо. Но головоломка решена верно. Подбираем вот здесь вот мы подбираем гребень ветер. Давайте осмотрим. этот гребень вырезан символ ветер. Так, и покидаем эту комнату. Ворон беспокоить мы не будем. Они нам не нужны. Теперь мы откроем вот здесь дверь с другой стороны и попадем сейчас в знакомое место. В знакомое место, а именно в кладовку мы попадаем сейчас. Так, открываем ящик, убираем гребень. У нас уже два с половиной гребня с собой. так, давайте возьмем спрей, медицинский спрей первой помощи и подлечимся. Так, куда мы сейчас направимся? Так, что у нас есть в ящике? Давайте посмотрим. Патроны для дробовика, ключ. А сейчас мы с вами направимся за дробовиком, пожалуй. Потому что пистолета у нас крайне мало патронов, а дробовик нам понадобится все-таки. Так, заходим вот сюда. Тут у нас сейчас будет три зомби. Стреляем. Отлично, еще три хэдшота. Ну, прям везет мне. Так, что у нас здесь? Гобелен. Ничего необычного. Что еще у нас здесь? Урна с красивым изображением. Ничего необычного. хэдшота. А вот здесь вот у нас ружье. Берем ружье. Кстати говоря, давайте я вам покажу кое-что. Попробуем выйти отсюда. хэдшота. это сломанное ружье. Вот так вот. И спокойно уйдем отсюда. Сейчас нас уже ничто не побеспокоит. Так, теперь я предлагаю вернуться и добить тех собак паршивых. Я должен показать это место? Ты! Ничтожество! А ну сдохни! Отлично! Сейчас получилось хорошо, можно сказать. Так, что у нас здесь есть? А, это обязательное место. Ржавый котел. Ничего странного. Я совсем забыл, что у нас здесь есть вот такая вот вещица, как химикат. Давайте осмотрим эту вещь. Да, и ружье заодно осмотрим. Что оно из себя представляет? Ремингтон М 870. Помповое ружье. Осмотрим химикат. Химикат для уничтожения сорняков. Гербицид называется. Отлично. Тут у нас есть травы. Да, тут просто у нас ржавый котел, ничего странного. Тут у нас есть еще одна собака. Так, ну можно ее, конечно, добить. Но нужна ли она нам? вопрос. Давайте не будем ее добивать все-таки. Тем более нам туда и не нужно. Так, а сейчас мы бежим с вами открывать ящичек один. Ну, использовать маленький ключик для одного ящика стола, от стола. вот. Один мы уже с вами открыли, а один еще не открывали. Здесь вот он у нас находится. Давайте его откроем. используем ключ. Тут у нас есть семь патронов для ружья. Отлично. Так, мы, кстати говоря, взяли химикат. мы взяли химикат. Что это означает? Кстати говоря, хотя, ладно, пойдемте используем химикат в одно место. Помните, то те щупальца, которые мы видели, вот их нужно отравить этим химикатом. Как раз гербицид вот этот для сорняков. Вот здесь у нас это было. старый насос. Отсюда, видимо, поступает вода. Крышка открыта. Пользуем гербицид. Уничтожаем эти сорняки, эти щупальца. и виднеется еще один гребень. Гребень солнца. Да, изображено солнце. Вырезан символ солнца. так, пошли отсюда. Так, я думаю, о чем я подумал. Подумал я о чем? давайте зайдем в лазарет. Пока что уберем нож. Все-таки я выложу пока что гребень. Давайте соединим патроны. У нас вот много патронов уже накопилось. Да, и дробовик я тоже пока уберу, наверное. Что мы с собой возьмем? Ключ. Вот этот вот ключ мы возьмем. Пойдемте откроем последнюю дверь. О, единственную дверь с замком щита. Здесь изображен символ щит. пойдемте ее сразу откроем чтобы избавиться от ключа. дверь используем Так, вот эта дверь, используем предмет. и выбрасываем этот ключ, потому что он теперь бесполезен. Но туда пока не будем заходить. Там у нас первый босс. Давайте пойдемте пока вставим ну, возьмем какие у нас гребни уже есть. Сразу их вставим туда, куда нужно их. А, кстати говоря, один забавный момент покажу сейчас. Там, помните, я там камин поджигал? И у нас здесь появились зомби. Откуда они здесь появились? Кто его знает? И они появляются только после того, как я поджег камин, ну и через какое-то время перезашел. Вот, вернулся в эту комнату. Откуда-то здесь появились два зомби. Так, ну мы их прикончили. Благо, не так много патронов я потратил на них. Так, теперь спускаемся вниз. Давайте возьмем теперь мы... Что мы возьмем теперь? Мммм... Так, берем гребень-ветер. Так, берем гребень-ветер, звезда, солнце. Так, ну, а половинка гребня нам ничего не даст. Так, и пойдемте сразу вставим эти гребни. туда, где они должны находиться. А именно, вот сюда я еще не забегал, тут у нас есть проход, и тут у нас есть дверь. И тут у нас две собаки, кстати говоря. убиваем, расстреливаем двух псин. Закрыто, да, дверь закрыта. Тут у нас такая вот небольшая мудрость. Когда солнце взойдет на западе, а луна на востоке, на небе появятся звезды и подует ветер над землей. Тогда врата в новый мир откроются. Так, вставляем гребень-солнце, гребень-звезда, гребень-ветер. Так, и не достает одного. Гребня-луны. Так, а сейчас мы будем, я, пожалуй, сейчас сохранюсь, сейчас я пойду запишусь на ленту, и направимся уже к боссу. к первому боссу. Так, давайте зайдем в кладовку, возьмем что мы возьмем на босса. Возьмем мы ружье, патроны. Магнум я не буду брать. Против первого босса ружье, очень хорошее оружие. Так, и возьмем ленту. Давайте сохранимся. Ну, куда я сохранюсь? Куда? Не знаю, на самом деле, куда я сохранюсь сейчас. Давайте на третий слот. Ну, чулан, окей, его здесь назвали чулан. Так, убираем ленту, и бежим к первому боссу. что мы сейчас с собой возьмем. Так, поднимаемся по лестнице. бежим, 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 вот сюда вот бежим. Давайте сразу возьмем в руки ружье. бежим. так, пробегаем. Стреляем. Что ты будешь... черт, она меня проглотила, к сожалению, да. Это смерть. Это смерть. Так, мы загружаемся. сейчас снова добежим до нее. Вообще ее можно не убивать на самом деле. Можно быстро пробежать. Но я хочу ее убить. Причем без лекарств. это сделать. Так, давайте дубль два попробуем во второй раз с ней расправиться. ну, я, наверное, чтобы не затягивать серию, сделаю быстрое сохранение, ну, чисто чтобы не добегать сюда каждый раз. Да, вот здесь сделаю быстрое сохранение. все-таки убить я тебя хочу, змея. Пошла вон отсюда. все-таки луны, луны, луны. все, она сдохла. Я отравлен, музыка закончилась. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть половинка гребня. Луны, давайте его возьмем. Дыра, из которой выползла эта большая змея. Ну, да, вот она туда и уползла. Так, а здесь у нас есть еще семь патронов для ружья. Давайте заберем. Так, а сейчас у нас будет, сейчас мы выходим отсюда, сейчас будет катсцена. Мы отравлены, у нас яд. Так, спускаемся вниз. Так, а это у нас один из вариантов развития сюжета. я пожалуй в этом месте сделаю быстрое сохранение. Я должен вам кое-что показать. Нужно подождать сколько-то времени, пока уже станет слишком поздно, да, потому что сыворотку нужно принести успеть за время, а я не успею ее принести за время. Я сделаю сейчас паузу, пройдет сколько-то времени, и я покажу вам, что будет, если не успеть принести сыворотку для Криса. Так, уже какое-то время прошло, я отходил, давайте попробуем вернуться к Крису, сыворотки у нас нету, а, нужно идти за сывороткой, а, ну возможно за сывороткой все равно нужно идти, давайте сбегаем, сыворотка сыворотка у нас находится в лазарете и давайте сбегаем за ней и . . . . . . . Так, заходим в лазарет, берем сыворотку, ящик Ребекки недоступен, ну, а ленты у Ребекки нет, чтобы сохраниться. Так, и возвращаемся к Рису, по идее уже должно быть поздно. Так, бежим. На всякий случай сделаю на другой слот быстрое сохранение. Ну, мне кажется, уже должно быть поздно, потому что я уже долго бегаю, на всякий случай сейчас здесь сохранюсь. Ну, мы сейчас как раз и посмотрим, поздно или нет. Так, а есть какая-нибудь реакция? Нет никакой реакции. Так, заходим. Сейчас мы увидим. А, нет. Значит, еще нужно подождать какое-то время. Окей, ждем. Так, ну я еще сколько-то времени подождал, давайте попробуем. По идее уже очень много времени я... Тупо простоял. Да. Вот этот момент, когда не успеваешь принести к Рису сыворотку, слишком долго где-то шляешься, то настает вот такая вот смерть. Ну что ж, а теперь мы успеваем принести к Рису сыворотку. Так, и все нормально. Ты в порядке? Да. Что случилось? Ты был убитым поисковым снегом. Ты в порядке? Ах, моя головка меня убивает. Я думаю, что ты все-таки не будешь, потому что я тебе дал один удар. Но, пожалуйста, будь осторожным. Ты спасла мою жизнь. Я тебе один. Я рада, что я смогу помочь. Так, ну здоровье у нас так и осталось плохое. Несмотря на то, что Ребекка вылетела у нас от отравления, здоровье по-прежнему плохое. Так, ну что ж, все, у нас есть последний гребень. Пора бы уже покидать особняк. Так, бежим в кладовку. А хотя, не знаю, в кладовку или нет. А, да, в кладовку надо за второй половинкой гребня луны сбегать. Так, сбегаем сюда. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут еще нам надо взять. Так, вот кусок. Берем его. Так, тут у нас магнум. Это нам не надо. Так, ну и давайте тогда сохранимся. Завершим на этом серию. А следующая серия будет уже выбор другого развития сюжета. Другой путь. Так, сохранимся. Вот сюда прямо. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. И увидимся в других вариантах. Вот, ну, развития событий. Вот, другие пути. Вот, я буду рассматривать. Всем удачи. И пока.